Предприятие Ивановский пассажирский транспорт приглашает Ивановцев принять участие в акции «Народный кондуктор». Немного заработать и попробовать себя в качестве специалиста компании МУК ИПТ. Предлагают платить 2 рубля 70 копеек за каждого обелеченного пассажира. Акция стартовала в декабре и будет длиться всю зиму. Специального образования не нужно, возраст тоже роли не играет. Главное старше 18 лет. Обязательное условие – пройти инструктаж, заключить агентские договоры, отработать смену не меньше 10 часов. Вознаграждение будет зависеть от пассажиропотока. Чем больше обелеченных, тем больше зарплата. Специальных каких-то требований к кондукторам-агентам у нас нет. Возраст должен быть от 18 лет. Дисциплинированность, внимательность, умение общаться с деньгами, готовность к вежливому общению с пассажирами. Это для нас очень важно. Мы ждем людей, у которых есть свободное время от учебы, от основной работы. Или в силу обстоятельств им просто удобен график с частичной занятостью. Один, два, три раза в неделю. Работа сложная. В этом никто и не сомневается. Весь день на ногах, в троллейбусах, как правило, холодно. Часы пик, толкучка. Плюс не все граждане воспитанные и доброжелательные. Кондуктором должен быть человек определенного склада ума и стального характера. Но, отмечают бывалые, всему можно научиться. С ложью, с пассажирами надо хорошо общаться, вежливо. Потому что пассажиры разные бывают. Покажут свой характер. Как-то надо беспокойнее. Пусть приходят, попробуют, поработают. Такой работа кондуктора по 12 часов за смену. Люди разные. С каждым своим характером здесь приходят. Ивановский троллейбус переживает не лучшие времена. На предприятии кадровый дефицит. При штатной численности кондукторов 200 человек. На линии трудится около 160. Чтобы заполнить пробелы новых сотрудников привлечь, руководство компании придумало этот проект. Выходить на линию народным кондуктором можно будет в любой день, но на полную смену. Подробности проекта и телефоны для связи можно найти на сайте МУППТ. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.